Еще недавно Северный лес, Яблоневые сады и зеленая зона в районе села Ямное входили в состав проекта лесного пояса Воронежа. Однако в прошлом году из общего списка эти участки были исключены. И теперь экологи бьют тревогу, деревья активно вырубаются. Журналисты 41-го телеканала своими глазами увидели, что осталось от Яминского леса, который прежде называли зелеными легкими Воронежа. Село Ямное Рамонского района находится всего в 18 километрах от Воронежа. Оно было образовано в 1615 году как атаманское поселение. Сегодня здесь проживают более пяти тысяч человек. До недавнего времени предметом особой гордости здесь был лес, высаженный местными жителями. К слову, поселок Ямное – родина степного лесоводства. Раньше рожь сеяла здесь. Рожь убрали. Ну, команда пришла посадить лес. Василий Иларионович Фурцев – здешний сторожил. Он рассказывает, как в 40-е годы существовала сталинская программа по высадке искусственного леса, который должен бы служить защитой от ударной волны в случае атомной войны. По плану предусматривалось посадить восемь государственных лесных полос общей протяженностью 5320 километров. В стране Советов предстояло выполнить колоссальный объем работ на благо природы. Ничего подобного история человеческой цивилизации прежде не знала. Эту лесозащитную полосу, она была высажена не просто так. Здесь были проведены исследования ученых. К нам во время войны приезжали американцы, передавали моим опыт по вот этой лесовосстановительной деятельности. Что они преследовали, какую цель. Наши черноземы заносились песками с этой территории и с других. Для того, чтобы задержать эту легкую песчаную почву, высаживался вот этот лес, чтобы сохранить чернозем. Зато сейчас часть территории Яменского леса, входящей в Гослесфонд, активно вырубается, несмотря на протесты местных жителей. Это теперь частная собственность. Вот эти, чья? Никто не знает чья. Чья то. Частная собственность. Понимаете? Ну, конечно, мы же являемся не только для тех печенехов, захватчиков были сладким кусочком. Мы и для них тоже, для застройщиков. Сейчас самые большие вредители – это как раз вот эти застройщики. Это девалоперы, страшное слово в наши дни. Потому что они лопают буквально все. Посмотрите, идет борьба. Не за лес. Идет у них борьба за территорию. По словам жителей Ямного, именно строительная компания «Ветстрой», главной офис, который находится в Санкт-Петербурге, является основным владельцем прилегающих к Воронежу земель в Ямном. На территории общей площадью в 300 гектаров, входящих в Яменское сельское поселение, застройщики анонсировали возведение нескольких жилищных комплексов, включая микрорайон «Рождественский». Сегодня у его жильцов, к руководству строительной компании, в лице Ларисы Соболевой, обещавшей им сохранить лесной массив, есть целый ряд вопросов. Вы были у нас в окрестностях микрорайона? Я каждый день там бываю. Вы сравнивали то, что было два года назад? И какие проекты вы подавали? Я там закладывала первый камень. Лучше бы туда не было. А кто срубил там первое дерево, если вы заложили первый камень? Там дерева не было. Там выращивали картофель. Поделимся, съездим. Я вам покажу прямо сейчас. Есть вопросы у людей и главе сельского поселения в отношении нового проекта «Парка культуры и отдыха Яминский». Первый вопрос. На каком основании земли Гослесфонда были переданы в бессрочную аренду Яминскому сельскому поселению? Первый вопрос. Второй вопрос. На каком основании Яминское сельское поселение отдало это земли частному лицу в бессрочную аренду, то есть подарило? Согласно официальному ответу из управления лесного хозяйства области, участок под парк был передан в постоянное бессрочное пользование Яминскому сельскому поселению в целях осуществления реакреационной деятельности. Проектом освоения лесов, цитата, «предусмотрено осуществление выборочных санитарных рубок». «По опросу, который мы проводили среди жителей нашего микрорайона Рождественский, большинство против. Может быть, именно в таком виде там планируется массовая застройка. Гостиница, бассейны, стоянка, трибуны, какие-то асфальтовые дороги. То есть будет просто ужас». Проблеме вырубки зелёных насаждений здесь добавились ещё и другие. Несколько лет назад жизненец Воронежа Мария Харченко купила в этих местах дачный участок, чтобы оказаться поближе к природе. Но её ожидания, увы, не оправдались. «Три года назад в предместе Явного, в деревне Медовка, вот здесь мы купили дачу. Здесь стоял стеной сосновый лес. У нас дон рядом, вот здесь через поле перейти, он обмелел. Дон уходит. Туда сбрасывают все нечистоты, отстойники и в дон. Местные говорят, фекалии плывут прямо по поверхности. Куда мы не обращаемся, нам говорят, всё в рамках закона, всё по норме закона. Есть отстойники, мы ничего не знаем, что плывут какашки по реке». В общем, если так пойдёт и дальше, то от особо охраняемой территории Рамонского района останутся лишь воспоминания. Как и то, что когда-то здесь высаживали лес своими руками. «Что может быть лучше памятниками, чем лес для своих детей, внуков, правнуков? А вот на этом месте прям такой большой транспарант надо повесить. И знаете, со словами «Простите нас, дети!» Не смогли, не сберегли, не отстояли. Человеческая жадность победила». Галина Жукова, Дмитрий Хлебный, 41 канал.